Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Это вторая часть моих покупок. Ссылку я оставлю на первую часть в описании и в прикрепленных сообщениях. Начну я, наверное, с Алиэкспресс. Пришли мне кисти, мои долгожданные кисти от Чича До. Я про эту марку узнала у Зарины Скрудж. Зари, тебе огромное спасибо, потому что это действительно качественно и весьма недорого. Вот этот набор. Цвет такой, конечно, прям вау. И я очень хотела этот набор, но больше всего я хотела и в синий наборчик. Он у меня уже, слава богу, есть. Он из кукурузного волокна. Я не знаю, все я принесла, не все. Ссылку я оставлю на них обязательно, потому что цена где-то 700-800 рублей и качество, конечно, просто офигенное. Эти кисти уже грязненькие, потому что я им пользуюсь. На самом деле их вроде больше было, но шо нашла, то и принесла. Эти кисти, не скажу, что работают абсолютно со всеми тенями, но с теми тенями, с которыми они подружились, они работают превосходно, потому что они прям очень мягенькие, очень крутые. Вот эта плоская кисть, это вообще восторг, потому что внешний уголок оформлять, он очень хорошо набивает именно темный оттенок. Прям вау. И по поводу вот этих кисточек, это опять-таки супер-супер нежненькие. Прям я кайфую от них на самом деле, поэтому я не задумываясь, купила еще один набор. Я не знаю, что у меня с фокусом, вроде как днем снимаю. Вот, но, блин, они прям крутые. И давайте откроем розовенькие, потому что по розовенькому я больше тащусь. Мне нравится оттенок. Про синие кисти у меня уже было просто видео. И давайте открывать. Да, здесь все в отдельных пакетиках. Я себе с наборов не все кисти обычно оставляю, то есть оставляю только то, что мне действительно нужно. Остальные идут на подарок. Вот такая плоская кисть, очень похожа на вот эту. Единственное, она какая-то подскошенная, что ли, поэтому вот эта пойдет на подарок 100%. Дальше. Растушевочные кисти нужны всегда и везде. О, боже, она такая прям нежненькая. Этот набор я тоже у Зарины видела. В общем, она покупает. Я потом по ссылке прохожу и закидываю себе в корзину, потому что Зарина шарит. И если она сказала, что хорошо, значит действительно хорошо. Плоские кисти у меня уже тоже такие есть, поэтому я тоже кому-нибудь ее задарю. Эта у нас кисть идет. Вау, она мягенькая такая. Обычно для тона такие делают, но из-за того, что они жесткие, они полосят. Но это нет, она не жесткая. Она упругая, но не жесткая. Прям очень приятная. Мне кажется, можно какой-нибудь кремовый контур ей еще наносить. Но я кремовыми контурами не пользуюсь. Тоже пойдет на подарочек. Так, итого. Я оставляю себе растушевочную пока что с этого набора. Дальше. Это явно кисть для бровей. У меня таких 100-500 штук. Поэтому тоже пойдет на подарочек. Но качество хорошее. Она упругая, но опять-таки не жесткая. Она не будет, например, кремовый продукт разрезать. Просто у меня были такие кисти для бровей. Когда набираешь помадку, если ворс слишком жесткий, он просто эту помадку разрезает, а не набирает продукт. И тем более на брови потом вы нормально не нанесете. Еще одна плосенькая кисть. Я такими люблю какие-нибудь кремовые тени, хайлайтеры наносить куда-нибудь во внутренний уголок. И то же самое. Она очень-очень мягкая, но упругая. Дальше, 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 дальше. Вот эта кисть очень прикольная. Хороший размер для нижнего века подойдет и для внешнего уголка. Такой кисти у меня, по-моему, есть одна или две. Поэтому я ставлю себе. Можно вытаскивать. И остались три большие кисти. Вот эта кисть у меня пойдет явно на подарочек. Она очень мягкая, очень крутая. Но у меня есть уже такие кисти. Это для пудры подойдет, для румян, для скульптора. Вы только посмотрите. Вау, просто. Это нежнятинка. И прелесть тоже едет на подарок куда-нибудь. И еще две кисточки. Давайте посмотрим, что за форма. Ой, это круто. Это для... В моем случае для румян, для скульптора я ее себе оставлю. Это приятненько. У меня сейчас просто есть уже все кисти, поэтому я выпендриваюсь на самом деле. Но есть те формы кистей, которые я готова покупать 100-500 штук, потому что они мне подойдут. И еще одна. Да, это кисть факел. Она подойдет, наверное, больше для хайлайтера какого-то. Я хайлайтером не пользуюсь, поэтому тоже кому-нибудь ее подгоню. Итого, набор стоил 719, по-моему, рублей, плюс какие-то купоны. Или это с купонами уже 719 рублей. Я ставлю себе три кисти, и вот это идет на подарок. Я считаю, что это просто отличная покупка, потому что если покупать кисти соло такого качества, ну, рублей по 400-500 точно выйдет. В подружке есть какой-то бренд. Я забыла, как называется, но он весьма распространенный. И вот там, да, там кисти идут по 500 рублей. Мне кажется, качество может быть даже хуже, чем у этих. Я покупкой довольна. Ссылку я оставлю на те и те. Дальше я кое-что думала, показывать, не показывать, показывать, не показывать. Ну, ладно, Алиэкспресс мы какую только херню там не покупаем, простите. Вот, поэтому я решила показать. Во-первых, это прозрачные вот эти штучки для бюстгальтера. Здесь именно железные вот эти застежки. И за это огромное спасибо, потому что я покупала с пластиковыми, и иногда они ломаются. Случается это вне дома чаще всего. И, соответственно, может произойти какой-то казус. Давайте я, наверное, прям пошуршу, открою, покажу. Цена была что-то в районе 60 рублей. Я что-то как-то не видела в продаже, именно железные. Или просто как-то искала, что ли, не внимательно. Весьма крепко сделано, и, в общем, классненькая покупка. И у того же продавца я взяла уже не первый раз, на самом деле. Ой, мне тут я их побольше, окажется, три штуки взяла. Они у меня прям вывалились. А вывалились они у меня из вот такого топика. Кто-то носит топик, грубо говоря, соло. Для меня же это на уровне нижнего беля, поэтому я сомневалась, показывать, не показывать. Я вот эти чашки вытаскиваю. Здесь есть прям чашечки. И цена была в районе 200 рублей у этого топика. Точно такие же я видела по 800 в магазинах. То есть чашечка какая-то странненькая, но, мне кажется, кому-то она действительно нужна. Мне на самом-то деле нет. Этот топик лезет до 46 размера. Он очень хорошо тянется. 46 размер это прям потолок, объем груди, если у вас там не больше 90, наверное. И он безумно приятный. У меня есть в белом цвете, в черном цвете. Покупала уже раз 6 у разных продавцов. И уже второй год я ношу вместо бюстгальтера летом вот такие топики. Потому что, ну, невыносимо в жару носить бюстгальтер. И согласитесь, здесь идет двойная лямка. Она, естественно, не снимается, но очень хорошо тянется. И, в общем, я осталась довольна. Ссылку оставлю. Надеюсь, кому-нибудь пригодится. Я не зря это видео показала. Дальше. Алиэкспресс-Вайлберис на самом-то деле. Потому что я вам показывала палетки от Ходжо. Было у меня их 3 штуки. Я себе оставила красненькую вот эту палетку. И говорила, что она кайфовая. Я просто согласна. Потому что вот эти оттенки, кстати, они кремовые. Они кремовые, безумно красивые. Это какие-то топеры, что ли, больше. Но я полюбила на себе вот такие зелено-желтые блестяшки. Прям очень я сильно от них кайфую. Матовые здесь тоже хорошие. Ну, и вот эти, в принципе, они тоже прям достаточно высокого качества на самом-то деле. Я уже делала сводчи на эту палетку. Поэтому повторяться я не буду. Я взяла еще одну палеточку зелененькую. Давайте я, наверное, ее открытой оставлю. Так будет поинтересней. Так. Какой-то отблеск. И надо стереть. К слову, на Алиэкспресс вот эти палетки я покупала 3 штуки за 1050 или 1100 рублей. Это с купончиком. На Вайлберис. Мне мой мастер по манику скидывает ссылку. Это, смотрите, подешевле, чем на Алиэкспресс. Рублей за 289, по-моему, я приобрела еще одну палетку. На Алишки они сейчас стоят каких-то адских денег. Либо 240 рублей у вас будет высокая доставка, либо же рублей 550 стоит одна палетка. На Вайлберис 289, представляете? И я докупила зеленую палетку. На самом деле, с идеей оставить себе. Да, я ее все-таки себе оставлю. Несмотря на то, что есть вот рыжий оттенок. У меня вот прям точно такой же есть. Вот такие оттенки у меня не в почете. Все остальное мне нравится. Самое-самое, что я хочу, это вот этот зеленый. Прям сразу же. Ой, это прям, ну, зелень. И вот этот безумно красивый. Такое оливковое золото, наверное. И еще одну блестяшку. Давайте сразу же залезу. Это самое интересное для меня. Поэтому я первым делом в них залезу. Ну, вот это, это просто сказка. Эть, где фокус? Фокус. Вот так вот. Просто очень сильно отблескивает. Вот эта штука на какой-то коричневой базе. Золотые блестки, что ли. Вот этот оттенок. Откуда ты свалилась? Он содержит в себе еще что-то розовенькое, что ли. И вот здесь прям полоска какая-то вышла. Давайте мы это смешаем. Вот. А по поводу стойкости. Вот здесь вот эти два топера. Они очень кремовые. Их обязательно нужно на какую-то базу, на клей для глиттера. Потому что иначе у вас катается часа через четыре. Но это, по крайней мере, в жару. Я их просто начала носить с мая. А у нас уже с мая там по 25-30 градусов было. И сейчас руку просушу. Будем еще матовые сводчить. По факту видео у меня получилось посвященное Алиэкспресс. Вот этот оттенок. Ой, он такой нежный прям. Очень приятно наносить его. Трогать. Ну, рожевательный, конечно. Ну, ладно, я сейчас такие оттенки ношу. Прям кирпичный. Такими оттенками я обычно не пользуюсь. Он суши. Но я говорила, что всегда нравится мне, что темные оттенки более сухие. Потому что в основном ими работаешь во внешнем уголке. И не хочется наслаивать 100-500 раз. Очень хороший такой талповый оттенок. Но он не берется на руку. Здесь, по-моему, то же самое было в этой палетке. Кистями работает нормально. Просто не сводчатся пальцем. И совершенно не осыпаются. Как вы видите, только вот этот, наверное, чуть-чуть. Дальше вот этот опять какой-то оливковый, что ли. И он помягче, но он тоже не очень хорошо сводчатся. И осталось еще два оттенка. Возможно, конечно, у меня просто пальчики мокрые из-за липа. Этот оттенок, мне кажется, в складку века прям очень хорошо. Он такой персиковый, наверное, больше, что ли. Персиковый, бежевый. И вот этот оттенок с блестками идет. Очень странненький, конечно. Но ладненько. Имеет место быть. И, ну, у меня просто есть точно такой же оттенок в моей палетке от Secret K корейский. И, ну, корейцы, они очень любят такой красно-оранжевый, какой-то вишневый оттенок использовать в качестве тенюшек. Поэтому я не удивлена. Но вот эти четыре оттенка прям это полный восторг. Вот такой зеленый я еще на себе толком не пробовала. Поэтому для меня это прям будет очень интересный опыт. Так, пока у меня рука сохнет, давайте я еще раз покажу все эти тенюшки. Эти тени Ходжо прям очень-очень крутые на самом деле. И провальных оттенков нет. Вот эти четыре могут показаться, но так как у меня уже есть одна такая палетка, я прекрасно знаю, что с кистями они дружат, ничего не осыпается, все хорошо тушуется, хорошо меж собой смешивается и наслаивается. Поэтому проблем никаких не будет. Прям очень красиво. Дальше, внеочередная покупка декоративки с Алиэкспресс. Я вас уже знакомила с брендом ZC. На него делала обзор Marina Luxus. Я забыла, как у нее называется канал. Я помню, что Марина. И все на этом. И она показывала вот эту палетку со скоробейчиком. И там у нее, в принципе, уже обзоры на другие палетки вышли. И эту палетку я обожаю. Ни больше, ни меньше. Вот этот оттенок вообще любовь на уровне спарклов от Бернович. К слову, спаркл от Бернович стоит минимум по 400 рублей. И, ну, как бы, эта палетка стоила 1600, но я попала на акцию 2 равно 1 и взяла две палетки за 1600, поэтому мне повезло. Это прям очень-очень красивый. На какой-то розово-малиновой базе находятся золотые блески. И, по-моему, не только золотые. Но это, в общем, очень круто. Поэтому на этот бренд я стала еще посмотреть. Плюс у меня мастер по Манику тоже этот бренд любит. И я у нее некоторые продукты пощупала. И еще, кстати, мне идет из-за этого палетка. Я просто по полной оторвалась. Заказала я вот такую пудру. У нее с Британским музеем идет коллаборация. И я решила, что мне оно прям надо. И давайте я это сейчас все вскрою. Потому что все заслудировано. И прям не подберешься. В общем, все это выглядит вот так. Дорого-богато уже. Пудра мне обошлась в 840 рублей. Найти в магазинах в таком оформлении и такого качества продукт за 840 рублей нереально, я считаю. Давай уже вытаскиваюсь. Я уже все отзывы посмотрела. Все сводчи посмотрела. Там внутри еще вот такая инструкция находится. И все это еще коробочка в коробочке. В общем, просто как какой-то люксовый парфюм мне пришел. Упаковку выбрасывать совершенно не хочется. И выглядит это все вот так. Это прям очень красиво. Это пластик. И я, в принципе, не против. Вообще не против. Зиси. Здесь дата. До 2024 года срок годности всего 4 грамма. Я понимаю, но я уже посмотрела все сводчи обзоры. И она очень мелкого помола. Пуховка. Хорошая пуховка. Здесь где-то просыпана. И давайте... Она, насколько я знаю, прям практически заблюривать кожу должна. Я сейчас пудрами пользуюсь крайне редко. А, там, кстати, сеточка находится. Но если пудра хорошая, если ее не видно на лице, если она никак не... Как сказать? Я не пользуюсь пудрами в последнее время. Потому что в течение дня начинает все творожиться на лице. Как-то комками становится. И мне этот эффект не нравится. Лучше уж просто с жирным лицом ходить. Вот. И я могу сказать, что матирует. И как будто действительно оттирает поры и какие-то неровности. То есть рука стала прям ровнее. И девочки, в принципе, в комментариях об этом уже писали. Не вижу никаких блесточек. Вообще никаких. Там три вида было. Одна из них с блестками. Я боялась, что я ее заказала. Но нет, на самом деле. И все пока что хорошо. Но оформление просто сказка. Это такая красота. Я, наверное, буду на подарки именно этот бренд заказывать. Несмотря на то, что это Алиэкспресс. У меня, в принципе, в окружении тоже все понимают, что Алиэкспресс не значит плохо. Просто на Алиэкспресс не нужно супер дешево покупать и ожидать какого-то люксового качества. Но если вы платите хорошие деньги, то и получаете, соответственно, хороший продукт. У меня еще остались покупки. На самом деле, я очень устала, потому что я снимаю сейчас раз в неделю от силы. Я прям, ну, как-то у меня не привыкла я столько снимать. Но я хочу допоказать и не делать уже третью часть с покупками. Я заходила в Ашан. В Ашане у меня, ну, все, что я хотела вам, по крайней мере, показать. Салфетки каждый день. Это лучшие салфетки. Летом они улетают. Если вы хотите сэкономить, то именно с Алоэ у них самые крутые. Стоят они по 10 рублей вроде как. И хрен вы по 10 рублей хорошего качества салфетки найдете, которые не пенятся, не раздражают. И, ну, в общем, очень-очень классные. Во-вторых, мы уже третью банку покупаем вот этого напитка Чупа-Чупса. Он просто появился в пятерке, поэтому я решила еще здесь показать. 79 рублей в Ашане и 99 в пятерочке мы пробовали с ежевикой и клубникой, по-моему. И вот еще я увидела, это, по-моему, дыня, что ли? Дыня со сливками. Вот, берите те именно, которые со сливками, потому что просто ежевика как-то простовато, как будто ежевичную конфетку, вот именно леденец в воде растворили. А вот здесь именно еще какой-то сливочный привкус, как будто вы действительно пьете Чупа-Чупс. Ну, в общем, прикольная штучка. Именно с дыней еще не пробовала, но с клубникой мне понравилось. Единственное, конечно, очень сладко, но по ощущению прям какой-то милкшейк на самом деле, поэтому могу посоветовать этот напиточек. Дальше, дальше, дальше хочу поскорее отстреляться, потому что у меня прям язык заплетается, и я это чувствую. Как я уже говорила, у меня удалилось видео с покупками, и, возможно, я что-то показываю дважды, я не помню, показываю этот тоник или нет. Год назад я им активно пользовалась, и вы его видели в видео, но потом я делала перерыв. Это тоник Эдем, продается на Азоне за 180 рублей, но я знаю, что можно еще за 120 даже купить его. Ну, просто нужно мониторить. Пахнет лимонадиком, действительно очень хороший продукт. Здесь хороший объем 250 мл, и поэтому я могу посоветовать. Там еще есть умывалка. Я их на подарки покупала. Умывалку сама не пользовалась, а вот именно тоником, да, и мне он прям очень понравился. Тоники у меня улетают. Тоники я покупаю прямо в огромном количестве. Я не знаю, как сделать так, чтобы у меня в кадр все поместилось. Дальше все так же Азон. Еще один тоник, про который я уже говорила, я его добавила в корзину. На самом деле я им затарилась знатно, но добавила в корзину еще один. Он стоил 73 рубля, а мне не хватало до 1000 рублей, чтобы бесплатная доставка курьером была. У меня все-таки Азон премиум. Я стараюсь на 1000 добирать, чтобы никуда не ходить, чтобы мне все домой привезли. Это тоник от рецепта бабушки Агафьи. Он такой пахнет очень вкусно, немного ментоловый и охлаждает просто замечательно. На лето прекрасный. И мне сначала такой тоник подарили, и теперь я его покупаю сама. В общем, крутой продукт на лето. Попробуйте, потому что стоит очень недорого, и при этом действительно крутой продукт. Внеочередная вкусняшка. Увидела в рекомендациях на Азоне кокосовую сгущенку. Посмотрела отзывы, и все говорят, что это типа Рафаэлки. И я, естественно, не удержалась, приобрела. Мы уже открыли. Я надеюсь, здесь ничего не пролилось, не просыпалось. Вот. И это действительно по консистенции сгущенка. И это что-то вроде начинки из Рафаэла, но менее притерное. Все-таки то, что из Рафаэла, мне кажется, я бы ложкой не стала есть, но здесь прям просто прекрасно. Мне кажется, какие-то блинчики испечь, и будет просто сказка. Цена была 243 рубля вроде за 300 грамм. Это нормальная цена, поэтому могу посоветовать. Ссылку я оставлю. Это прям вкусненько. Я еду стараюсь не показывать, но если что-то мне прям нравится, я показываю. Даже девочки вообще делают обзор на свои покупки там с магнита, с пятерочки. Для меня это, конечно, уже неинтересно, но если что-то суперкрутое и необычное, то почему бы не показать. Дальше. У меня осталось прям совсем чуть-чуть-чуть продуктов. Это от Олин идет Perfect Hair. 319 рублей на Озоне стоило, 389 рублей в золотом яблоке. Поэтому я зашла в яблоко, посмотрела, такая, блин, я же на Озоне его видела, загуглила, и действительно стоит подешевле. Дофига в одном несмываемый крем-спрей. Мы такое любим с мамой. Она любит, чтобы у нее прям... У нее такие волнистые волосы, она любит всякие антенки, чтобы все прибито было к чертям собачьим, поэтому она любит всякие питательные шампуньки, двухфазовый спрей. И вот я решила вот такой крем-спрей попробовать. Если для моих кудряшек не подойдет и будет утяжелять, то значит 100% зайдет моей маме. А если моей маме что-то не заходит, то обычно заходит мне, поэтому у нас, знаете, такое безотходное производство, как бы это ни звучало. Но, в общем, на Озоне подешевле. Дальше Свекровь попросила купить ей пудру, но в итоге мне пришлось отдать несколько своих, потому что с пудрой у меня получился казус. Я заказала марку Collagen, я так поняла, на Wildberries и на Озоне продаются подделки, и меня как-то очень смутила пудра, которую я заказала. Кстати, по пути я еще заказала вот этот крем, но, по-моему, у другого продавца, и, слава богу, стоило 300 с чем-то рублей. Это такая просто пластиковая упаковка, и внутри находится кремуша, который имеет, как бы это ни звучало, кремовый, самый обычный аромат, и я тоже взяла его Свекровью, грубо говоря, вдогонку к пудре, и точно такая же тональная основа была. Мне она не подошла, потому что не фиксируется на лице, и, ну, то есть, просто все отпечаталось на одежде, на телефоне, я предложила ей, и ей он понравился, то есть у нее он как-то впитывается в кожу, и просто такой ровный тон лица получается. Ей подошло, а мне нет. Раз уж ей подошла эта линейка, я решила вот еще кремушек взять. Пудру, 13-й оттенок. Девочки писали, что немного желтит, поэтому я именно 13-й самый светлый взяла, хотя у меня Свекровь потемнее, чем я идет. И, во-первых, вот упаковка вся такая, немного жизнью побитая. Во-вторых, очень дешевый пластик. У меня у подруги эта пудра была, и ощущение от этой упаковки намного хуже. И все это болтается, все супер дешевое. Вдобавок сама пудра пришла в таком, я не знаю, камера покажет или нет, но как будто в ней уже явно так хорошо поелозили. То есть вот так видно, да, что какие-то отпечатки непонятно. Вроде не пальцы, но что-то здесь не так. И вот все, как это сделано, прям, ну, супер дешево. Я не знаю, либо коллаген скатились до такого уровня сами по себе. Кстати, да, запасной блок пудры есть. Либо же это подделка. Я написала в чат, они разбираются, и уже неделю мне не отвечают. К сожалению, это Enaf, кстати, бренд. Линейка это коллаген. У меня просто есть вот эта пудра от Enaf, и она прям тяжеленькая. Она такая крутая, 13 оттенок тоже. Цена этой была 450, вот этой 620, но она как бы и уровня повыше понятна, но лучше за 620 вот эту брать, но ее не было в наличии, я бы ее лучше купила. И внутри находится пудра, которую я очень люблю. Она такая светленькая, хотя здесь мне показалось, что она немножечко желтит, но нет, лучше наносить кистью кабуки, а не спонжем, потому что если спонжем наносить ее, видно, на лице, если кистью кабуки, то просто хорошо она выравнивает тон лица. Здесь SPF 43, кстати, и это просто прекрасно. Здесь SPF 25 находится. Вот, но я побоялась, что это просто ей будет светлое, и, ну, наличие нужно было подольше мониторить, конечно. Как-то так получилось. В общем, я так полагаю, что продается подделка, поэтому будьте аккуратны. Мне вообще писали, что на Озоне вообще нет оригиналов. Ну, не может быть такого, чтобы вообще не было оригиналов. Там слишком много всяких поставщиков, поставщиков, господи, что с речью. И Озон виновата в том, что они поставщиков не проверяют. Это, конечно, прям их косяк. Надеюсь, они разберутся. Я хочу либо часть денег вернуть, либо вернуть сам продукт. Я просто боюсь, если я пойду сейчас в пункт выдачи, у меня эту пудру просто не примут, потому что, ну, внутри она покоцана, я не знаю, что с этим делать. Получала я ее, не я, а муж, курьером была доставка на дом. Соответственно, ну, не будет же он проверять там косметику, он в этом всем не шарит, и у него на это времени нет. Ну, в общем, я бы, если в пункте выдачи все это открыл, я просто-напросто не приняла. Вот, все, буду заканчивать со своими покупками. Наконец-то я две части отсняла. Спасибо вам огромное за просмотр. Пишите ваши комментарии, если чем-то вы пользовались, ваши отзывы. Это будет полезно не только мне, но и другим зрителям. Не стесняйтесь, обязательно поставьте мне лайк, подписывайтесь на мой канал, и всем пока-пока!